В третьей части сказание переходит к жене Игоря, Ефросиньи Ярославне, дочери галецкого князя Осмомысла. Слово о полку передает нам плач Ярославны. Слышен голос Ярославны, словно кукушка невидимое, рано она плачет и причитает. «Полечу, — говорит она, — к дону кукушкою, а мочу бобровый рукав свой в каяле реке, а ботру князю кровавые раны его на могучем теле его». Плачет Ярославна в путивле на городской стене. «О, ветер ветрило! — говорит она. — Зачем, господин, несешь ты несчастье? Зачем несешь ты ханские стрелы, навоев мужа моего? Мало тебе разве веять на высоте под облаками? Лелеешь корабли ты на море. Зачем же ты мое счастье развеял по ковылю? О, Днепр, Славутич! Ты пробил каменные горы сквозь землю половецкую. Ты лелеял на себе суда Святослава. Взлилей, господин, моего мужа ко мне, чтобы я не слала ему слез моих. Светлое-пресветлое солнце! Всем тепло и красно ты! Зачем же ты жгло лучами своими, воев мужа моего? В поле безводном засухой у них луки согнуло, натуго у них колчаны сомкнуло. Сказание рассказывает за тем, что Игорю удается бежать из половецкого плена. Игорю-князю Бог путь дает из земли половецкой в землю русскую к отцовскому золотому престолу. Погасла вечерняя заря. Игорь спит. Игорь пробудился. Мысленно он поле измеряет от Дону Великого до Малого Донца. Готов конь к полуночи. А в лурь сообщник Игоря свистнул за рекой. Князя Игоря нет. Крикнул он, дрогнула земля. Зашумела трава, поднялся стан половецкий. Устился Игорь, словно горностай по тропинке. Несется на борзом коне своем, словно волк в степи. Не догнать к закую кончику своего пленного. «Тяжело тебе голове без плеч», – говаривал старину Баян. «Худо тебе телу без головы. Так тяжело земле русской без Игоря. Что солнце сияет на небе, так Игорь в русской земле. Игорь едет по Боричеву к святой церкви Богородицы Пирогощей. Страны рады, города веселы, воспевая песнь старым князьям, а потом молодым. Воспоем и мы. Слава Игорю Святославичу, Буйтуру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Да здравствует князья и дружина, поборающие за христиан на полки поганые». Слово повествует совершенно согласно с летописью о злополучном походе князя Игоря в 1185 году. Неизвестно, кто писал это сказание, но, видимо, не духовное лицо. Называть людей внуками дождь бога, упоминать Велеса, Стрибога и прочих языческих богов мог только мирянин, который не чужд был народных выражений и суеверий. Вероятно, это был дружинник, хорошо знакомый с военным делом, быть может, участник неудачного Игорева похода. Во всяком случае, это был человек умный и талантливый, хорошо понимавший, в чем главное зло русской земли, и умевший вылить свою мысль и чувство в живое слово. Дорога была его сердцу русская земля, и глубоко скорбит он, что и сила русская и удаль пропадает попусту от гибельной розни князей, которые куют к рамалу и степных хищников наводит на свою землю. Скорбно говорит он о родных полях, которые кровью политы, костями людскими усеяны, на которых редко слышится песня пахаря, а часто вороны каркают на мертвых телах.